Ну а теперь давайте поработаем с тем, что когда наше дерево скрывается за нашим экраном, оно должно отобразиться тут сверху. Как мы можем это сделать? Ну, для начала нам надо с вами понять, какой размер экрана у пользователя. Для этого мы должны обратиться к свойству Windows. Опять же, закомментируем нашу анимацию и теперь законсолим наш Windows. Здесь нам надо найти значение нашего экрана. Открываем наш объект и ищем что-нибудь похожее. Листаем здесь вниз, где-то примерно до середины и доходим вот до таких значений. InnerHeight и InnerWidth, то есть ширина и высота. Давайте в этом убедимся. 560 на 770. Открываем нашу вкладку Elements, TagHTML и теперь посмотрим размеры. 700 на 560. Ну, в принципе, да. Это те значения, которые нам как раз такие нужны. Давайте здесь поставим некий комментарий, чтобы не забывать, какие значения мы с вами используем. InnerHeight. Ну и также Window, InnerWidth. Эти значения нам пригодятся. То есть ширина и высота экрана. Ну, в нашем случае нам нужна будет только лишь высота. Ширина нам в принципе не нужна. Да, даже не знаю, зачем я ее написал. Только лишь высота. Мы с вами должны понять, что если дерево вскрылось за высотой нашего экрана, тогда по оси Y наше дерево мы должны вставить в значение 0. То есть тут, когда мы с вами высчитываем наши новые координаты, мы перед тем, как их сохранить куда-то, мы должны сделать небольшое с вами условие. Если новая координата от Y больше, чем высота нашего экрана, тогда мы должны установить новую координату. Итак, новая координата у нас с вами была какой-то высчитанной. Давайте эту переменную сделаем как LED. И теперь мы скажем, что мы эту переменную перезаписываем на 0. Примерно такая логика. Давайте посмотрим, как это выглядит. Скорее всего, сейчас у нас с вами ничего не получится. Ну да, видим небольшой баг, что у нас дерево появляется не совсем оттуда, откуда нужно. Проблема заключается в том, что у нашей картинки есть ширина и также высота. Когда она доходит до конца экрана, наша картинка показывается с координатами 0. То есть она эти координаты смотрит по своей верхней границе. Поэтому картинка у нас вот в таком варианте и рисуется. А нам с вами надо сделать следующее. Мы должны картинку перемещать не на 0 пиксель, а мы должны с вами узнать высоту нашей картинки. Ну, например, 50. И теперь мы перемещаем нашу картинку не на 0, а на минус 50. И она будет, соответственно, за пределами экрана. Итак, я надеюсь, что логика понятна. Теперь давайте посмотрим, как понять, какого размера наша картинка. На самом деле все просто. У нас вот есть наше дерево. Давайте мы его выведем в консоль D. Обновляем страничку. Получаем такой консоль лог. Ну и у каждого элемента есть свойство height. Листаем вниз. Видим, что вот высота нашего элемента 277 пикселей. Давайте наведемся. Увидим, что это действительно так. Ну и да, это действительно так. То есть теперь, чтобы получить высоту нашего элемента, мы должны обратиться к нашему дереву. Здесь устанавливаем теперь не 0, а обращаемся к нашему дереву. Вытаскиваем у него свойство height. Ну и так как у нас должно быть именно отрицательное значение, то просто впереди тут ставим минус. Давайте теперь посмотрим, что это работает. Возможно, нам понадобится чуть больше значения установить. Обновляем страничку. Наше дерево тут скрывается. И рисуется теперь вот тут. Все, наше дерево зациклено. Давайте еще раз разберем этот момент. Итак, мы с вами пытаемся сформировать координату по оси Y. Прибавляя очередную нашу троечку, мы с вами должны сделать условие. Ну и теперь, перед тем, как менять позицию нашего элемента, мы должны понять, а с каких координат нам его менять. Вдруг этот элемент уже зашел за границы экрана. Мы с вами проверяем. Вот эта новая координата, она больше, чем размер экрана пользователя. Если больше, тогда мы нашу координату должны поменять на какое-то начальное значение. Сначала у нас тут был 0. Мы с вами видели такую историю, что у нас дерево примерно отсюда начинает рисоваться. Поэтому это дерево мы просто подняли вверх на значение такое, какое у него значение высоты. То есть давайте попробуем это воспроизвести. Отключим нашу анимацию, обновим страничку. Вот перейдем к нашему дереву. Давайте сейчас ему укажем координату 0. Если мы ему сейчас в координату Y укажем 0 пикселей. Так, только теперь с этим не очень удобно работать. Давайте вот этот блок опустим. Все, вот у нас 0 пикселей. Наше дерево прям макушкой упирается в нулевую координату. И вместо того, чтобы здесь указывать 0 пикселей, мы с вами должны указать отрицательное какое-то значение. Мы с вами указываем не просто какие-то случайные цифры, потому что у нас все деревья разных размеров. Мы указываем здесь минус. И также подставляется высота нашего дерева. Мы узнали, что высоту дерева мы можем достать, обратившись к свойству height. Ну и теперь мы видим, что вот при таких значениях, там минус 200 с чем-то у этого дерева было. Ну минус 280. Все, наше дерево скрыто. И таким образом, когда наше дерево зайдет за границу экрана, оно покажется вот примерно с такими координатами. И теперь отсчет новых координат будет идти от минус 200 с чем-то пикселей. И получается, что выглядит оно примерно так. И наше дерево типа выезжает из границы нашего экрана. Ну я надеюсь, что с этим в принципе понятно. Ну а теперь давайте воспроизведем анимацию для всех деревьев. У нас с вами должно быть небольшое хранилище, где мы будем хранить координаты всех деревьев. Раньше мы хранили это в отдельной переменной, но мы же с вами не будем создавать 6 переменных. Ну а если вы это делаете на слишком большом экране, вы там можете захотеть сделать 20 деревьев. Вы же не будете создавать 20 переменных. Мы с вами сделаем объект, который назовем trees, courts. То есть координаты наших деревьев. Это пока что пустой объект. Теперь нам с вами надо запустить цикл по всем нашим деревьям. Окей, for. Если вы знаете цикл for each, то не стесняйтесь его тут использовать. Я пока про него не рассказывал, поэтому делаю при помощи обычного цикла for. Опять создаем переменную i. Говорим, что i должна быть меньше длины нашего массива с деревьями. И также i++. Все, наш цикл пробегается по деревьям. Теперь давайте вытащим какое-то конкретное дерево по нашему индексу. Все, наше дерево есть. Теперь нам надо получить координату нашего дерева. Опять так же обращаемся к нашему дереву. Вызываем у него функцию getCords. Ну и теперь мы получили координаты нашего какого-то дерева. И эти координаты мы должны записать в этот объект. В целом, наверное, это даже можно сделать в виде массива. Ну да, давайте, наверное, сделаем это в виде массива. Если с ним будет неудобно работать, поменяем его на объект. И теперь все, что мы должны с вами сделать, это в наш массив добавить новое значение. Опять же, я пока про это свойство push не рассказывал. Но при помощи этого свойства мы можем в наш массив добавить какое-то новое значение. И мы говорим, что в наш массив мы хотим добавить значение. И теперь сюда передаем, какое именно значение мы хотим добавить. Давайте снова нашу анимацию пока уберем. И теперь убедимся, что в нашем массиве лежат наши координаты. Консоль log. Сюда вставляем наш массив с координатами. Обновляем страничку. Получили ошибку. Ну да, я не то передал. Нам надо законсолить вот эту переменную. Обновляем страничку. Получаем один объект. Но это как раз та причина, по которой не стесняйтесь писать консоль логи везде и всегда. Потому что мы сейчас видим, что мы получили с вами одну координату. Давайте думать почему. Ну потому что у нас с вами на экране всего лишь одно дерево. Мы должны зайти в индекс html. И все наши деревья, которые тут были, закомментированы. Просто вернуть. Обновляем страничку. Наши деревья появились. И теперь у нас есть массив из шести элементов. С какими-то координатами. Хорошо. Давайте теперь с этими координатами работать. Теперь у нас с вами не будет каких-то конкретных переменных. У нас с вами есть массив деревьев и массив координатов. Ну и теперь, когда мы анимируем наши деревья, мы должны пробежаться по всем нашим деревьям снова. Значит, у нас снова должен быть цикл for. Мы его просто скопируем из предыдущего решения. Вот это мы все удалим. Окей. Мы бежим по нашим деревьям. Достаем какое-то конкретное дерево. Итак, все-таки делать через массив было хорошим решением, потому что если мы обратимся к трис под индексом 0, то мы получим какое-то конкретное дерево. Например, вот это. Если мы обратимся к этому массиву под индексом 0, то мы получим конкретные координаты конкретно вот этого дерева. Если мы обратимся к нашим деревьям под индексом 5, то мы получим, например, вот это дерево. Ну и также, если мы обратимся к этому массиву с индексом 5, то мы получим координаты именно вот этого дерева. Поэтому здесь при помощи нашей переменной i мы достали наше дерево, и также мы при помощи нашей переменной i, обращаясь к нашему массиву с координатами, можем достать координаты нашего дерева. То есть все, мы получили наше дерево, мы получили координаты, и теперь мы всю вот эту логику можем засунуть вот сюда, и у нас все будет работать. Но почему вот тут мы получили именно координаты именно вот этого дерева, давайте быстро еще раз расскажу. Тем, кто понял, можете листать дальше. Мы с вами, когда вызывали функцию querySelectRoll, то есть мы нашли все наши деревья. Давайте я помечу их как квадратики. Допустим, у нас будет три дерева, и мы третье дерево запихнули в массив. Дальше мы по этому массиву проходимся циклом и достаем какое-то конкретное дерево. Достаем его по индексу 0. То есть вот мы достали наше конкретное дерево, сформировали у него объект с координатами. И у нас также с вами есть дополнительный массив, куда мы эти координаты и как раз записываем. Пока что этот массив пустой. Вот мы с вами координаты достали, и теперь мы говорим, что в этот наш новый массив мы запихиваем эти координаты. То есть мы берем вот этот наш объект с координатами, пихаем в новый массив, и тут получается совпадает, что мы запихиваем их по нулевому индексу. Ну, то есть Push просто добавляет элемент в массив. Ну, теперь получается, что под нулевым индексом у нас лежит и наше дерево, и также наша координата. Все, здесь ставится запятая. Теперь мы пытаемся достать координату нашего второго элемента. Вот мы ее с вами сформировали, и снова кладем в массив. И теперь получается так, что она кладется сюда под первым индексом. Ну, и наше дерево тоже было под первым индексом. Ну, и все то же самое с третьим. Формируется координата, которая сюда кладется. Координата под вторым индексом, и наш элемент массива тоже под вторым индексом. Поэтому здесь, используя одну и ту же переменную i, один и тот же индекс, мы с вами можем достать и наше дерево, и нашу координату. Вот так вот все просто. Теперь мы давайте вот это, в принципе, все переместим в наш цикл. И теперь мы это должны с вами чуть-чуть подправить. Тут уже ничего не вмещается в один экран. Давайте я вот так это пока расширю временно. Итак, мы должны сформировать новую координату для нашего дерева. Координата у нас лежит вот тут. Давайте в этом опять же убедимся. Напишем консоль лог. Убедимся, что мы достали и дерево, и также мы достали координаты этого дерева. Пока что анимация у нас убрана, поэтому у нас будет не очень много консоль логов. А, ну, нам надо запустить, не забыть, вот эту функцию с 3Animation. Обновляем страничку и видим, что мы получили нашу картинку и координаты к ней. То есть тут все нормально. Итак, формируем новую координату. Говорим, что мы обращаемся к нашему объекту с координатами. Достаем у него координату y и прибавляем к ней скорость. Только давайте переименуем эту перемену в new y chord. Так она читается как-то более правильней, что ли. Теперь точно так же делаем условие. Если наша новая координата y больше, чем высота нашего окна, то мы эту переменную перезаписываем. Ну, а перезаписываем на высоту нашего дерева. У нас наше дерево лежит в этой переменной, поэтому обращаемся к высоте конкретно нашего вот этого дерева. Ну и все, в принципе, у нас есть новая координата. Теперь мы должны перезаписать наше хранилище. Ну, об этом чуть позже. Давайте теперь установим координату нашему дереву. Обращаемся к дереву. Говорим, что мы хотим ему установить новую координату y. Ну и также говорим, что мы должны установить ему координату x. Координата x у нас лежит, опять же, вот тут. Обращаемся к этому объекту. Устанавливаем координату x. Теперь давайте это запустим. Деревья у нас пока не будут зациклены. Мы с вами сейчас это сделаем. Просто это будет немножко сложно. Давайте посмотрим, что наши деревья, в принципе, двигаются. Ну и как мы видим, они у нас с вами не двигаются. Ну и теперь осталось понять, почему. А, ну, в принципе, все логично. Мы с вами предыдущее значение наших координат все-таки не сохраняем. Поэтому наши деревья, они подвигались, но они просто сдвинулись на 3 пикселя вниз. Мы в этом можем с вами убедиться. Давайте поизучаем любое наше дерево. И мы видим, что нашу предыдущую координату, начальное значение, оно поменялось. Но она просто один раз поменялась, сместилась на 3 пикселя вниз. Ну а так как мы предыдущие значения наших координат не сохраняли, то оно осталось на вот таком значении. То есть у нас тут, например, было 10. Мы к 10 прибавили 3. У нас тут новая координата y 13. Мы эту цифру 13 никуда не сохранили. И сказали, что дерево у нас вместилось на 13 пикселей. Теперь, когда мы снова вызываем нашу вот эту функцию, мы опять достаем координату y. И теперь мы тут достаем не цифру 13. Мы снова достаем цифру 10. Мы прибавляем к ней 3. У нас тут снова координата 13. И вот так у нас и будет. У нас 13, 13 и так далее. Нам надо сохранить значение нашей переменной y в наш массив с координатами. Как мы можем это с вами сделать? Ну, на самом деле все просто. У нас есть с вами индекс, под которым лежит наша координата. Обращаемся к массиву с нашими координатами. Говорим, что мы хотим обратиться к конкретной координате по вот этому индексу. И говорим, что нам надо оттуда достать свойство y. Ну и в это свойство мы с вами хотим положить нашу новую y координату. В принципе, вот так вот все просто. Не знаю, почему я сказал, что это будет сложно. То есть говорим, что обращаемся к конкретной координате. Обращаемся к свойству y. Можем даже с вами опять же законсолить вот этот tris-cords от y. Точнее, от нашего i. Убедиться, что мы получаем действительно нашу координату. Ну вот мы для каждого дерева получили какую-то свою координату. Если мы обращаемся к свойству y, то мы получаем y координату. Ну а теперь мы вот таким нехитрым способом говорим, что мы хотим перезаписать нашу координату. Ну и теперь все. Вроде оно должно работать. Обновляем страничку. И наши деревья пошли двигаться. Теперь у нас появился такой эффект, как будто наша машинка действительно двигается. Давайте теперь уберем нашу консольку. Мы теперь видим небольшой баг. Что у нас теперь координаты рассчитываются? Ну не совсем верно, что у нас некоторые деревья просто скомканы вот так. Вот эти вообще три наложились друг на друга. Но хотя бы появился вот этот вот эффект, как будто что-то двигается. Почему так происходит, мы будем с вами разбираться в следующем уроке. А на этом я думаю, что мы можем закончить. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok